Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием The His War of Mine. В прошлой серии я получил концовки у Эмилии и у Романа, плохие концовки. Итого у меня осталось еще 4 сценария сыграть, ну и еще 5 есть, потому что тут я сбежал, не дожил до конца и не знаю сколько там дней прожить. Надо прожить его до конца прям, до конца войны, чтобы узнать сколько дней длится сценарий. Так, вот этот сценарий длится 45 дней, вот этот я уже не помню, но там мало очень, там 25 дней вроде было только. Так, сегодня я даже не знаю за кого поиграть. Так. Что-то у меня по порядку неохота играть, ну ладно, давайте я поиграю наверное опять за Романа и Катю уже. Романа и Катя, у Романа попробую получить хорошую концовку. Так, сейчас надо грамотно начать разбирать убежище свое, очищать все. Так, смотрим. Это часто осажденного города еще не подверглось серьезным разрушениям, из-за чего сюда стекаются множество обездоленных из других районов. Чуя легкую добычу, грабители стаями слетаются поживиться на чужом несчастье. А спасаясь от бандитов, Катя наткнулась на Романа, бывшего ополченца. Ей, так, ее быстрый ум и бэдж-журналистца спасли им жизнь, когда она наткнулась на армейский патруль. А они решили держаться вместе, несмотря на серьезную разницу во взглядах. Ну да, тут по сути, если так, Роман будет всем помогать, он, скорее всего, впадет в депрессию, а Катя, даже если он военный, будет убивать и бандитов, тоже в депрессию впадет. Так, ладно, ладно, подожди, Катя еще, пускай лучше нам сейчас скрафтит. А, блин, мне же сейчас сам верстак нужно сделать. Так, что-то на улице холодно. Так, на улице холодно. И у меня обогревателя нет. Ну и отлично, хотел получить хорошую концовку. Похоже, не получится у меня получить хорошую концовку. Так. Еду я пока оставлю, потому что нас могут обокрасть. Не самый подходящий... Не самый подходящий сценарий для того, чтобы получить хорошую концовку. Ну ладно, давай тогда вот эту обучим. Так. А Катя пойдет здесь обыщет все. Так, сверху мясо, снизу овощи лежат. Надо запомнить. Куда Катя пошла? Так, Роман нам откроет дверь. Так, вот здесь у нас мясо лежит. Так, это я все беру. Так, нам хотя бы хоть какой-то обливатель надо скрафтить. Да, мы уже начали сразу в кризисе. У нас сразу же проблема. Так, ну ладно, Роман тогда будет пока завал разгребать. А Катя пойдет скрафтить нам, наверное. Ну лучше лопату скрафтить. Подожди, так. Монтировка. Здесь лопата. Да блин, сорным нужна монтировка. А мы и то, и то можем скрафтить. Отлично. Тогда лопату сначала делаешь. Потом монтировку скрафтишь. Не успеет она скрафтить монтировку, но тогда Роман пойдет в эту сторону. Здесь пока будет разгребать завалы. Ай-яй-яй. А, нет, точно. Мне показалось то, что здесь нужен этот... Монтировка здесь нужна. Так, ну ладно, ты пока тут вскрой дверь. Так, иди пока этот ящик вскрой. Так, да. Ну, меня они, скорее всего, заболеют. Так, ну ладно, тогда иди вот тут завал разгребай. Я же забыл монтировку у Кати. Потому что она нам там вскрывает шкаф. Так, так, теперь иди вот этот шкаф вскрой. Блин, у нас еще и Катя ранена. Уже сразу с ранением начала. Икру минус 2 температуры и... Нехватка ресурсов. Так. Тяжелый старт будет у меня, значит. Так, отмычки. Это все я так забираю. Бинты пока что не трогаю. Хотя бинты могут понадобиться для Кати, но ладно. Так, это я все забираю. В первый день никто не придет к нам. Так, иди вскрывай дверь. А Катя пойдет салата сбирать. Хотя надо было наоборот их отправить. Так, а я уж не помню, что здесь. Здесь бинты, здесь тоже вроде бинты. Ладно, Катя, вот этот завал лучше разберет. А не успела. Лопату Роман забрал. Так, все, можешь теперь лопату использовать. Ну хорошо, что электроника у нас сразу дома есть. Это, скорее всего, специально, чтобы нам немного игру облегчить. Потому что и так мы начинаем очень, так сказать, с тяжелого старта. Потому что у нас сразу уже зима идет. 7 книг, но это для того, чтобы дрова сделать. Электроника. Ну, в прошлые разы, когда я начинал, именно зима была сразу. То там обогреватель уже стоял. На этот раз мне не так сильно повезло. Ага, блин, 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 блин. Еще так не могу сделать ничего. Досок не хватает. Хотя, сейчас, может быть, хватит нам досок. Нет, не хватит. Так. Придется день завершать. Ветхая трущоба. Разрушенная многоэтажка. Немного еды, огромное количество материалов. Немного лекарств, огромное количество оружия. Много запчастей. Так, во-первых, мне нужно искать электронику. Доски и компоненты. И пойдет у нас добывать катер. Потому что Роман у нас имеет только 10 слотов в рюкзаке. Так, он еще, кстати, хорошо дом охраняет. Поэтому лучше пускай дом охраняет. Катя идет добывать. Так, сейчас надо грамотно распределить. Доски у меня пока что есть. Но у меня сорно не хватит. Это на обогреватель. Так, мне надо хотя бы примитивный обогреватель скрафтить. Хотя бы примитивный. Чтобы хоть сколько-то тепла было у меня дома. А потом уже улучшать верстак буду. Так, электроника мне пока что не нужна. Для того, чтобы улучшить верстак. Так, еда. Ну блин, еду я пока брать не буду. Мне сейчас больше нужны компоненты. Мне сейчас трое материала нужны. Еду я потом могу. Завтра на примере забрать. Так, игрушки я тоже пока брать не буду. Да, решил хорошую концовку получить у Романа. И начал сразу с тяжелого старта. Так, а вот шестеренки могут пригодиться. Так, ладно, это пока я трогать не буду. Шестеренки нужны для того, чтобы улучшить верстак. И я не помню, вроде шестеренки нужны для того, чтобы улучшить как раз таки обогреватель. Так, ладно, на всякий случай один стот оставлю для компонентов. Потому что здесь по-любому еще есть компоненты. Так, шестеренки, отлично. Ну книги я брать пока что не буду. Так, детали оружия. Кстати, оружие надо по-любому скрафтить. Потому что Роман у нас бывший ополоченец. Он хорошо обращается с оружием. Он тренированный боец у нас. Поэтому он хорошо будет дом защищать. Особенно если у него будет хоть какое-то оружие. Топор я, скорее всего, не смогу скрафтить. Но хотя бы нож. Для начала нужен нож. Потом, если я найду какой-нибудь там сломанный пистолет или ружье сломанное, я их тоже по-любому починю. Потому что дом надо охранять. Ну и патроны придется покупать у торговца, если у меня будет что-то на обмен. Или придется с локацией выносить. Тень второй. Сейчас хотя бы обогреватель скрафтить нужно. Так, и на нас напали, конечно же. Но нам хоть ничего не утащили. Так, устала, да? Угу. Блин, вам еще кровать надо сделать. Так, давай я сразу обогреватель сделаю. Так, и... И, наверное, вот сюда вот. Наверное, я вот здесь как раз таки кровати размещу. Так что давай обогреватель сюда поставим. Так, Роман. Ой, Катя, давай быстрее. Ты бегать умеешь. Так, а что нужно, чтобы улучшить верстак? Нам стройматериалы по-любому нужны. Так. Хорошо, давай улучшим сразу же. Так, дыры пока дома я залатать не могу. Стройматериалов не хватает. Так, блин, а дрова ты не можешь сделать. Дрова нужно тоже на верстаке делать. А плитки у меня нету, чтобы дрова крафтить. Угу, мы еще и дыру можем залатать. Подожди-ка. Мне еще раз надо улучшить верстак. Блин, как так-то? Шестеренки нужны, так. А здесь что нужно, чтобы улучшить еще раз? Электроника и шестеренки. Мне электронику теперь надо искать. И шестеренки. Так, сколько мне надо? Четыре шестеренки. Одна шестеренка остается. Компонентов очень много. Да блин. Не очень хорошо то, что именно вот так вот получилось. И тоже четыре шестеренки. Три шестеренки как минимум надо принести. И компонентов очень много. Так, значит, смотри, что делаем. Надеюсь, тогда то, что зима будет не очень долго. Так, тогда давай дыры заделаем. Да. Теперь нам наоборот надо доски тащить. А, плюс четырнадцать градусов. Ммм, давайте тогда приемник тоже... Блин, приемник электронику тратит. Он нам нужен был, будет, наверное. Ну ладно, пока не буду его делать. Он нам, в принципе, нужен, чтобы узнавать новости, что там подорожает. Но, опять-таки, я вряд ли смогу набрать нужные компоненты. То есть вот эти. Кофе взять. Потому что мне сейчас надо в основном стройматериалы таскать. Так, иди тогда хотя бы дров подкинь. Я знаю то, что холодает. Ничего с этим не сделаешь. Так, и я думаю, нам надо еще кровать скрафтить. Если... Уже не хватает. Понятно. Ну вот что ж, тогда завершаем день. Роман у нас опять охраняет. Снайперская развязка. Ветхая трущоба. Что тут здесь еще... Так, задолго до войны жили бездомные. Они всегда... Понятно. Там, в общем-то... Мужик, который еды будет просить. Живет. Гараж. Ну давай на снайперскую развязку тоже лучше Романа отправить. Блин, даже не знаю. Ну давай в разрушенную многоэтажку опять Катя пойдет. Блин, нас ограбить могут. Сейчас вроде должны ограбить, на следующий день нас не должны ограбить. Поэтому пойдет Роман. От Кати нет толку. Оставлять ее, защищать дом. Там, ну, в разрушенной многоэтажке, нужны две ножовки по металлу. Так. Меня интересуют стройматериалы. В первую очередь нужно тащить стройматериалы. Так, вот что у нас тут есть. Мне надо сейчас кровать скрафтить. Дыр пока я заделаю дома не буду. Надо скрафтить кровать. Да, очень тяжелое начало. Весь сценарий будет очень сложным, потому что изначально началась зима, скорее всего они сейчас могут заболеть у меня. И так до конца и пойдет то, что они все будут болеть. Как раз таки надо было плохую концовку здесь получать. Так, электроника. Ну давай их хоть сколько-то электроники вытащим. Так, а знаете что? Так, отлично. Так, отлично. Три электроники есть. Нужное количество электроники я набрал. Может быть еще есть эта электроника. Надо Романа отправить делать хорошие поступки. Потому что мне у него надо заработать хорошую концовку. У катеты я все концовки получил. У него осталось получить только концовки, связанные с побегом на катере. Возможно, там еще есть одна концовка. Чтобы она сбежала с каким-нибудь ребенком, который, ну так сказать, тяжело больно. Чтобы спасти его. Но это, в принципе, не составит проблем получить в другом сценарии. Может быть, даже можно кастомку специально создать для получения данной концовки. Сам сценарий создам, там на 20 дней. Там даже не важно, сколько дней создать. Самое главное, чтобы зима была в начале. Тогда мы, в принципе, получим эти концовки. Возможно, я даже отдельно сделаю видео, где я у всех буду получать концовки. Такую концовку. Так, на нас напали. Так, сильно устала. Ну, Роман должен нам скрасить кровать. Так, я знаю, что мы должны сделать. Так, ищем лекарство. Так, делаем кровать. Рядом с обогревателем пускай стоит. Так. Значит, так. Она должна нам найти лекарство. Возможно, вот здесь лекарство прячется. Блин. Она очень долго идет. Так, знаешь что? Роман пойдет нам лекарство искать. А ты будешь себе кровать скрафтить. Потому что Катя очень долго будет идти. Мне тут надо лекарство найти дома. Я знаю, что можно сделать. В общем-то, Роману надо совершать хорошие поступки. Поэтому я его отправлю в гараж и продам лекарство. Взамен на топор. Еще отмычку по металлу... Ой, от ножовку по металлу неплохо было бы у него купить. Так, лекарство есть. Надеюсь, этого хватит на топор. Так, торговец пришел. Блин, а мне нечего ему взамен предложить. И что же мне ему взамен предложить? Хотя есть чуть-чуть вещей. Так. Значит, что нам сейчас нужно? Скрафтить улучшения я не смогу. Нам сейчас самое главное... Самое главное... Подожди. Возможно, сейчас я у него электронику куплю, если у него электроника есть. Так, если у него электроника есть. Самое главное заделать дыры. Это доски. Надо, короче, добывать. Но сейчас я пойду этой ночью в гараж и лекарство обменяю на топор. Если, конечно... Ну да, я должен... Должно хватить. Обменяю на топор, в общем-то, лекарство. И тут порублю всякую ненужную мебель и получу еще дрова. И доски получу. Это как раз таки... Самое то. Да, будем меняться, давай. Что-то там мне можешь предложить. Электроника есть? Что-то я начинаю подозревать, что электронику он с собой не носит. Ну, давай хотя бы досок я у тебя куплю. Хотя доски сейчас... Дорогие. Отлично, договоримся. Так, еще давай. Еду я у тебя пока покупать не буду. У меня пока что запасы есть. Для двоих нам должно хватить. Компонентов у меня есть. Немного. Этого тоже пока что должно хватить. Блин, вот же ли у тебя нет ножовки по металлу? Так, ну ладно. Так, Катя идет спать. Так, Роман. Теперь можно, наверное, скрафтить даже плитку для приготовления пищи. Сразу минус 10 компонентов. Ну, давай вот здесь ее разместим. Блин, давай быстрее, Катя, иди. Чего ты так медленно уходишь? Вроде просто сильно устала. У меня персонажи, которые сильно устали, могут 100 метровку сдать. Прибежать. Нас на время. Марафон. Во, марафон. Прибежать могут. А ты еле идешь. Ну, это скорее всего, это из-за того, что ты раненый. Не понял. Давай ложись спать, что ты тут стоишь? Время не трать. Ты что, заглючила, что ли? Так, завершаем день. Хотя можно было дыры золотать. Ну, ладно. Так, Катя будет... Даже не знаю. Отнюдь толку нет, поэтому пускай спит. Насор на убежище никак не защитит. Не думаю то, что на второй день должны напасть. Так, а Роман пойдет добывать ресурсы в гараж. Возьмет с собой, конечно же, лекарство. Я не знаю, но это вроде должно считаться хорошим поступком. То, что он лекарства продаст вот этому мужику, который просит лекарства из своего отца. Так, еще так же я сейчас захвачу. Он вроде доски скупает. Компоненты вроде не скупает, а доски скупает. Так что лучше доски тоже захватить. Потому что мне сейчас надо у него купить не только топор, но еще и ножовку по металлу. Чтобы распилить решетку, где он там прячет стройматериалы еще. Конечно, у них я ничего ворвать не буду, но там просто есть, так сказать, заброшенный гараж. Где он? Подожди. Может, мне даже хватит? Не уверен, конечно, но может мне хватит. Так, во-первых, покупает опор и ножовку по металлу. Взамен эти там... Опа, очень щедро с моей стороны, блин. Даже щедро. Так, не пойдет. Ну да, еда очень дорогая. А может мне... Давай я две ножовки по металлу куплю. Вот сволочь, а. Блин, как раз таки торговцу надо было воткать и отправлять к торговцу. Так, ладно, сейчас мы тут, короче, добудем еще немного досок. И я их продам. Взамен... На... Блин, этого не хватит. Я так думаю, этого не хватит. Договоримся. Тут договорились тогда. Отлично, хватило. Так, доски я у себя... Если что, я у себя дома доски пока могу добыть. А сейчас мне нужно... Очень много компонентов притащить. Блин, а у меня даже плитки для приготовления пищи нет дома. Как так-то, а? Ладно, ну думаю, вот так вот возьму. Так, надо по-любому распилить. Так, я полностью загружен. Ладно, бежим к выходу. Две ножовки по металлу нам прикатятся... То есть в разрушенную многоэтажке. Там как раз медикаменты мы сможем добыть и оружие. Так, ну чтобы оружие добыть, там отмычка вроде нужна. Не помню, две или одна. Ну ладно, одну пока возьму. Там как минимум три раза надо бегать. Три захода надо делать в разрушенную многоэтажку, чтобы вынести весь лут, который там имеется. Так, отлично, все правильно почитал. И поэтому нас не ограбили. Так, Роман у нас сильно устал, а Катя у нас отдохнула. Так, очень голодна. Ну, придется вам, короче... Так, придется скрафтить плитку для приготовления... А, плитка для приготовления пищи уже есть. Нам надо еду твою порцию сделать. Так, дрова нужны, хорошо. Так, тут где-то есть еда, я знаю это. У меня есть мясо. Так, здесь лежит мясо. А овощи вот здесь вроде. Или вот здесь. Так, сейчас дрова раздобуду. Кстати, зима закончилась, отлично. Так, зима у нас закончилась. Значит, пока улучшений для обогревателя не надо крафтить. Но что-то мне подсказывает, это будет очень длинный сценарий. Потому что если зима сейчас закончилась, не может быть так, чтобы зима быстро закончилась. Скорее всего, еще будет одна зима. А это означает, что... Скорее всего, сценарий будет длиться 60 дней. А может 45. Ну, не уверен в этом. Может быть даже 50 дней. Ух, это мужик. Блин, вы овощи протащили. Зачем я свои овощи взял? сейчас бы зарезервировал кстати я могу считать наверно там мужику давай спасибо чувак я вместо мяса короче там мужику потащу овощи скорее всего вовсе тоже сойдут там бомжу голодающему так электронику было бы неплохо скрафтить наверно то есть не сказать найти две штуки я думаю я найду вот там где бомж голодать и не помню а трущобы или как-то так называется ветхая трущоба там мужик голодающие если мы ему дадим еды то он нам покажет заначку там будет алкоголь еще что-то тоже очень ценное и вроде думаю на той локации я по-любому 2 единицы то кстати там ножовка по металлу потребуется еще но я хочу ножовки по металлу пока что потратить на разрушенную многоэтажку так значит я думаю я все таки могу ради радиус крафтить построить радиус создать так все таки я думаю я смогу притащить две электроники с той локации так и так 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 значит обогреватель нам пока не нужно улучшать так надо дыры заделывать кстати все дыры я дома тоже сейчас заделаю но мне не хватит ресурсов для того чтобы улучшить верстак ой 4 не то сделал 4 не то хотел скрафт а диван какой диван то есть кресло какое кресло нам еще рано кресло делать у нас дом еще с дырами так так радио надо сделать и послушать и кстати наверное я на этом закончу да щас я сделаю радио не закончена роман пойдет совершать добрый поступок чтобы получить хорошую концовку так слушаем что там по радио говорят хотя это надо было наверное наблюдать растущий дефицит кофе кофе значит будет дорого стоить кстати а кофе наверное надо все-таки катя таскать катя понадобится кофе чтоб от депрессии справляю избавляться сохранить теплой мягкая погода так значит похолодание зима еще не наступит нас чтобы обогреватель нет смысла улучшать по горе не резко вырос уровень преступности это очень плохо потому что сегодня наверное могут напасть на дом и ограбить нас так катя вряд ли справиться с обороной дома романа я хотел отправить искать ресурсы и помочь голодающему бомжу придется наверное у дома 100 оставить дома хранить или все-таки забить и ну ладно рискну в следующей серии в принципе на этом ладно я закончил всем спасибо за присмотр с вами был роман раскольников до встречи следующих видео всем пока